привет мои хорошие рубрика чем питаемся ужином не могу назвать сейчас всего лишь пол шестого жаркое позавчера готовила зулечка жаркое и мы с позавчерашнего дня его только сейчас будем есть представляете вчера 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 что мы ели вчера я даже не помню еще фасолевый суп приготовила зуля из сушеного мяса нашего дагестанского сушеного мяса вот это все нам наверное на два-три дня точно хватит последнее время муж практически очень мало есть я тоже стараюсь уже как раньше в 12 час ночи я не ем если хочется что-то печенюшку что-то перекусила и все вот так что и не такие же прям уже едоки стали последнее время хочу помыть кстати сегодня зулечка ходила на рынок с мужем они поехали на рынок она все купила сама фрукты и овощи все что нужно хочу помыть детские игрушки погремушки прорезывать или вот эти всякие их периодически обдаю кипятком потому что ну естественно понятно почему да потому что они контактируют с детьми и с полом со всем чем угодно после пола конечно море их мы все равно постоянно кипятком давать каждый раз не получается вот это любимая потому что моих деток прорезыватель но папа купил нам три прорезывателя разных разной формы не знаете ни одна из них сыну особо не нравится вот эти вот еще ничего потому что ее удобно держать и вот эти маленькие они в рот залезают а вот эти мы неудобно в рот засовывать погода у нас суперская солнце так все все успокойся все согрелось солнце на улице со злечка пойдет гулять вот такой вот отросток цифра мне принесла заловка она знает что я любитель цветов он уже дал корни но сейчас у меня нет времени и нет земли куда чтобы его пересадить поэтому я его в баночку поставил вот так вот моя картина кто не видел все сейчас на зульчик поедем и зульчика пойдет гулять цену ли там зовет дочь а спит сегодня после массажа сегодня был седьмой массаж до седьмой массаж сегодня был сегодня после массажа доча машала спит сынуля тоже спал но недавно проснулся кстати еще хотела показать вам как цветет мой декабрист рождественник как его называют еще репсолидоксис еще по моему его называют а вот он он у меня на балконе я не заносила на балконе вот так вот висит занавеска ветра не бывает сквозняка здесь не бывает ну конечно здесь прохладно он у меня цветет двумя разными цветками два разных цвета почему потому что здесь два разных цветка вот этот более такой алый эти розовые такие красивые красивые я как приехала и его еще не поливала вот здесь тоже бутончик он будет долго цвести виде здесь еще манюсенькие собираются ой тронула упал лучше не трогать вот маленькие маленькие собирается он будет долго цвести на холоде прохладном месте он долго цветет потому что цветки раскрываются медленно у мамы же моей когда она в теплое место перенесла он быстро отцвел а вот эти конечно померли но я пока их не трогаю потому что они могут дать росточек некоторые цветы я перенесла на балкон который муж закрыл кстати да я забыла сказать один из балкона мы закрыли моя драцена я надеюсь что она выживет я пока ни один цветок не выбрасываю все-таки надеюсь что выживет дефимбахи которая была такая очень очень красивая за одну ночь какую-то ночь была прохладно и она не выдержала вот она и заболела видите и ну вот испортилась чего тоже не трогаю я ее потому что стебель у нее здоровый листочки еще выйдут я вот эти больные уберу фикус маршала 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 фикус хорошо вот этому тоже цветку мороз ну прям мороз холод нипочем а вот тому фикусу бенджамину тоже холод нипочем короче как то так все женское счастье свое я перенесла на другую балку потому что у него здесь листья попортились и она не цветет пока моему сыну появилась подружка страшная такая и тогда бабуля привезла но она ему нравится нравится она тебе или ты ее боишься на ручке хочет зубки же прорезываются вот он прорезыватель тоже валяется где зима меня здесь прорезыватель да 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 ему в основном помогают только мои пальчики все ну или свои да поговоришь поболтаешь я не могу его пока на руках так долго таскать как раньше спина у меня так и не прошла до конца мне нежелательно поднимать тяжело вот она твоя любимая каждый раз от того что ее моешь кипятком она бедная сейчас скучилась вот она твоя поглимушка вот она да не залезает в ротик да все в ротик все в ротик да вот так сред적으로 разговор все сынули обняли тебя да не выпускают целуют лапзают все скажи никакой личной жизни да надоелась к зиме что это такое доча она увеличена привет привет мои хорошие сегодня у нас среда я помню число не помню детки спят после массажа только что ушла наша врач сегодня был восьмой день массажа я замечаю что девочка стала лучше себя вести доча моя голову держит уже уверенней более такая активная стала хотя она и так у меня была активна но сейчас повороты делает чаще усынули не вижу никаких продвижений потому что он лентяй он умнее лентяй пингвинчик сейчас у нас без десяти четыре вот я одна кстати может сули пошли сегодня по делам насчет ее визы нужно было сходить в налоговую и в банк открытие счет положить на ее счет денежки и так далее потом когда и визу дадут гостевая виза он так она называется я вам расскажу сколько денег чего и так далее просто не знаю дадут точно или нет это мой муж уверен что дадут я поставила себе чайник думаешь пока лапульки поспят выпью чай надеюсь я успею сегодня кстати а насчет прикорма я давала уже деткам кабачок так скажу так сынули давала морковку кабачок яблоко грушу и сегодня было брокколи еще граната было чуть-чуть гранатовый сок точнее дочь я давала началась кабачок несколько дней яблоко пару дней пару дней груша было и сегодня чуть-чуть ей дала брокколи сыну я даю овощей и фруктов больше чем дочери ей по чуть-чуть сюда и все таки и ей может быть пол чайной ложки ему чайную ложку она не с таким удовольствием ест прикорм даже яблоко и грушу он конечно же брокколи кабачок ему не не по душе но он все равно это съедает я вместе с ним ем показываю как что ну как вкусно потом показываю что я все проглотила он на меня так внимательно смотрит и начинает кушать яблоко ему очень нравится давала и красное и зеленое яблоко ему очень нравится груша так себе гранатовый сок и пару зернышек ему брызнула ему понравился маршала никакой аллергии ничего не со стулом ничего не произошло маршала всевышнему в принципе наверное так оно и должно быть не знаю зубки насчет зубок какая-то непонятная ситуация зубчика как такого пока еще не видно на еще рано но сынуля очень капризничает бывает по вечерам постоянно палец во рту прорезыватели не помогают обычно мой палец должен быть во рту капризничает слюны слюни текой слюнки текой слюнки рекой текут ой господи потом короче это предвестники зубов нам и педиатр массажист который приходит она тоже подтвердила что у него должно быть скоро зубки у дочери у дочери не знаю но у нее тоже постоянно бывают пальчики во рту хотя вот немножко они по-разному себя ведут кажется у нее еще рано все таки вот что еще сказать ну все принципе больше на сегодняшний день новости нет погода суперская насчет моей спины также болит не проходит особенно утром когда просыпаешься очень больно к ночам еще ничего как ты разомнешься уже на утром больно муж записал меня на прием к нейрохирургу вроде вроде нейрохирург к кому мы ходили и тот день в частную клинику но он был на операции на пятницу после завтра до после завтрашнего утра надо как-то переждать но это не такая боль прям такая невыносимая которая была у меня с понедельник утром понедельник утром было очень больно просто нет и понедельник утром воскресенье утром это было очень просто больно было разогнуться не могла все равно больно смотреть за детьми и нагинаться поднимать их очень тяжело некомфортно они у меня привыкшие на ручки на ручки на ручки хотят если одного возьмем что второй тоже обязательно ходит хочет на ручки у меня часто бывает что я даже я буду пускай на руках ну все наверное мой чай закипел сейчас выпить чаю дала чтобы они не проснулись это умывали только сяду я что-то вроде закину или только я лягу отдохнуть кто-то просыпается и чаще всего это кто-то бывает дочь ну все